Мы боимся. Что нам делать? Никто нас не слышит. Жителям села Новая Товолжанка Белгородской области, кажется, больше не нравится спецоперация против Украины. Они записали видеообращение к Путину, в котором пожаловались, что их дома практически разрушены обстрелами, а местные чиновники не хотят платить им компенсации и просто бросили на руинах. Владимир Владимирович, к вам обращаются жители села Новая Товолжанка Белгородской области в связи со следующими обстоятельствами. Обстрелами со стороны Украины были разрушены и повреждены наши дома вместе со всем имуществом. Мы признаны потерпевшими. Однако, несмотря на значительные материальные потери, нарушение условий жизнедеятельности людей, у нас не введен режим ЧАЭС, что нарушает законодательство и лишает нас законного права на компенсации. Беда! Думали, что можно безнаказанно обстреливать Украину, а оказалось, оттуда может и ответка прилететь. Какое коварство! Все поразбито. Дон наш снесли, то, что непригодный был вообще. Начали его строить. Но стройка остановилась. У подрядчика брали, подрядчики наши брали кредит. Кредит этот закончился, деньги тоже. Ну что она такое говорит? Деньги кончились. Да, Россия тратит каждый месяц сотни миллиардов рублей на войну. Так что денег у России как раз очень-очень много. Это просто для жителей Белгородской области их нет. Но там же живут патриоты. Они могут и потерпеть. У меня дом, крыши в дырках, окна выбиты, двери поломаны. Мы боимся. Что нам делать? Мы обращались. Дочка звонила. Никто нас не слышит. Ну почему же не слышит? Просто Путин ясно сказал, спецоперация идет по плану. Значит, это просто такой план. Она идет просто по плану. Вот по графику. На наш край никто не приезжает. Не хотят ехать к нам строители, не хотят ехать руководство. Никто ни разу не посетил и не посмотрел, что у нас там творится. Разбитые дома. У нас во дворе дом и временка разбиты. Жить нет. Дайте нам, пожалуйста, возможность получить компенсацию за жилье. Мы хотим переселиться отсюда. Но наша руководство почему-то отвергает это. Говорят, что чрезвычайное положение не введено, вам не положено. Но мы боимся там жить. Там жить невозможно. Что же делать? Может быть просто прекратить тупую войну против Украины? Ведь пока вы не поперлись туда на танках, по вам оттуда никто и не стрелял. Вам не приходила в голову такая очевидная мысль? Проживать на данной территории сейчас очень-очень опасно. Да ты знаешь, так бывает, когда ты живешь в стеклянном доме и начинаешь вдруг бросаться камнями. Ну или когда живешь на границе и вдруг ни с того ни с сего начинаешь стрелять по соседям. Мы вас умоляем обратить на это все внимание. Помогите нам, помогите. Услышьте каждого. Я чую Божного. Скоро тебе помогут. Пришлют повестку и отправят в мясной штурм под Бахмут. А то там слишком мало российских солдат положили за эти руины. Надо еще тысяч двадцать положить. Вот знаете, просто удивительные люди. Я не устаю поражаться. То есть они сами ноют, стонут, жалуются, записывают какие-то обращения, страдают, но при этом продолжают вот эту идиотскую войну, которую сами начали и которую могут вообще в любой момент просто взять и прекратить. Вам не нравятся обстрелы? Так в чем дело? Протестуйте против войны. Требуйте от Путина, чтобы он вывел свою армию из Украины. Чтобы он забрал из Украины своих солдат. И как только он это сделает, все сразу прекратится. И вы вернетесь к своей прежней жизни. Будете жить как жили до 2022 года. Пока вы не трогали нас, пока вы не трогали Украину, вас тоже никто не трогал, по вам ничего не прилетало, по вам никто не стрелял. Ну, по-моему, это очевидно. Подписывайтесь на канал, друзья.